Народное славянское радио Всем здравия, с вами Народное славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июля 2016 года, вторник По одному из старинных, 25 день месяца получения дорог природы, 7524 лета, неделя Но неделя это по календарику, а так нам вообще есть чем заняться Заняться у нас сегодня, я сказал, уже есть чем И это у нас будет эфир, посвященный тематике сказки Как носитель истины А главный соведущий, уже хорошо вам знакомый Человек, который неоднократно у нас выступал в эфире На которого очень часто нападки совершаются читателями, слушателями Что он там от себя такое несет, что он там буровит, что он там Так вот, мы сейчас как раз и спросим, что он нам сегодня расскажет по сказкам Так вот, главный соведущий у нас сегодня, Дегтярев Владимир Николаевич Здравия, Владимир Николаевич Здравия вам и здравия всем, особенно тем, кто На меня готовит и делает нападки Это очень хорошее для меня дело Потому что чем больше бьют, тем крепче становимся Понятно Итак, сказки как носитель истины Ну вот давай с этого начнем Казалось бы, сказки детские такие, потешки забавы И вдруг истина Какая же истина может быть в сказках? Вот давай с этого, наверное, начинать расшифруем нашим радиослушателям Ну я тут маленькое такое введение скажу, что вот в общей сложности я занимался сказками 10 лет Это из тех 30, что я вообще занимаюсь, скажем, темой происхождения языка Темой происхождения религии, истории религии, истории государств и так далее И основной я могу сказать, что 60, а даже это может быть 70% информации Я вытаскивал как раз из сказок Из сказаний, из легенд, из мифов, из народных эпосов Потому что все другое вообще после проверки оказывалось сплошным фейком Вот честно скажу, что у меня есть Ну я не знаю, кому подарить Полное собрание русских летописей Я так бегаю, ну кому подарить вот эти книги? Они есть еще там на этих, на дисках Потому что они мне уже не нужны Ну вы понимаете, как держать у себя дома, скажем так, в качестве противопожарной, это самое, бутылки с керосином Вот, то есть, гасить пожар, как бы так, вот это что такое Поэтому 10 лет исследования сказок Ну в основном я говорю еще раз, повторюсь, что они мне нужны были для познания Для подтверждения фактов, исторических фактов Особенно происхождения богов, происхождения веры и так далее Но так или иначе, так вот, мощный объем накапливается, накапливается, накапливается И в конце концов, не так давно, вот два года назад я написал Ну несколько сказок я взял и раскриптовал, что называется Вот, вышла книга в издательстве «Белые альмы» Книгу смели с прилавков Я вообще, честно говоря, не ожидал, что у нас такой спрос на сказки Вот, то есть спрос, точнее, даже, ну на сказки спрос, это постоянно, это понятно А то, что спрос на, вот, ну, скажем так, на исследование сказок Потому что я по библиотекам много, вот за полтора года я где-то, ну, штук 16, по-моему, библиотек я проехал От Москвы до Тулы, до самых, до окраин И, в общем, сразу прихожу в библиотеку, говорю, здрасте, мне вот надо, у вас есть собрание сочинений Проппа? Был такой академик Пропп, ну, согласно фамилии, вы же видите, что еврей Вот, вот он, так сказать, у него была знаменитая работа, за которую он получил все, от медалей до премий Морфология волшебных русских сказок А, то есть русские сказки ты намекаешь, но писал не русский человек, то есть вот прям так открытым текстом ты на это не... А, изучил, изучил Изучил, то есть он дал, ну, так сказать, критический разбор, да? Подожди, давай так Ты, вот, критический разбор, понятно, это он дал, а ты так вот с такой, как-то такой у тебя потаенный текст какой-то там присутствовал Ну, сами понимаете, по фамилии, он, в каком смысле вот этот потаенный текст у тебя можно воспринимать? Ты что, так не любишь людей, которые русские сказки разбирают? В общем и целом, да Потому что они избирают не в ту сторону А, ну вот и уточни, что Конкретно вот к этому человеку Конкретно с этой фамилией Я имею некоторые претензии Да, бредо, это хорошо Вот когда мы лично встретимся Все претензии мне и высказут Мы где-нибудь, это самое, у столбов Русские раньше встречались И славяне, это же самое У двух столбов Это самое, на поле Ну ладно, хорошо В общем, претензии есть, сейчас мы разберемся Сейчас просто к тому Я не буду сейчас Углубляться там в ту В ту степь А давайте начнем Вот всем известна сказка Курочка Ряба Шесть строк Я даже могу ее сейчас прочитать Вот так сходу, потому что Самое первое, наверное, что я изучил Так эту сказку Жили-были дед и баба Была у них курочка Ряба Снесла она им яичко непростое А золотое Дед бил, бил, не разбил Баба била, била, не разбила Мышка бежала, хвостиком махнула Яичко упало и разбилось Курочка Ряба говорит Не плачь дед, не плачь баба Снесу я вам яичко простое А не золотое Казалось бы, да, чуть-чуть Казалось бы, да Что это было? Это, кстати, она относится Вот эта вот сказка Она относится к сказкам Обучающего характера Там есть сказки обучающие Есть сказки воспитывающие Есть сказки, так сказать Волшебные Просто развлекательные Всякие Там я шесть жанров Поджанров этих сказок насчитал Вот Так вот, это обучающая Древнейшая сказка Это сжатый до предела Так сказать Ну Образ мирового золотого яйца Из которого родилось все Родилась вселенная И человек И травы И древние И животные Все, 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 все Ну, в пределах вселенная Значит, все Потому что Она абсолютно точно Смыкается, например Так сказать С индийским преданием Откуда все пошло Когда они взбивали Пахтали океантов А потом Золотое яйцо И вот Что называется Из-за того Золотого мирового яйца Все родилось Ну, в общем Это все понятно Вот Но вот эта русская сказка Она считается русской сказкой Она мировой сюжет Ну, каждый принесет ее к себе домой И будет считать своим И как нет ничего плохого в этом деле Вот представьте себе Что мы здесь имеем Мы здесь имеем деда и бабу Я потом попозже расскажу Кто они такие Но самое главное Я скажу Что здесь Как в любой сказке В большинстве сказок Как я Я же говорю Что долго достаточно изучал Там есть всегда Спрятана тайна И вот те И вот те Кто их редактировал Всегда старались Эту тайну Выковырять И выбросить Об этом тоже Мы поговорим Так вот смотрите Здесь главный кто Здесь главная Курочка ряба Что такое ряба Курочка ряба Ряба По протоязыку По самому древнему Древнему на планете Языку Ряба Буква я Она в латинице Пишется И а А вообще В русском языке Так сказать В протоязыке Буква я присутствует Поэтому рабочая личность Бога То есть Бог сам А тем более Что здесь Ба указан А Ба Это бог вселенной Бе А А все это вселенная Если бог То это бог Вон из того Желтого дома Что висит сверху А там Бог Нумиторум Ест мед И пьет сулух Вот Так вот Значит Личность Которая Ну личный помощник Бога Бог вселенной Это в принципе Вот та неуловимая Неведомая И невидимая Сущность Которой подчинено Все Какой-то Некий закон Некая Ну как Я даже не знаю Физико-энергетическая Биолога Химическая Сущность Которой Мы все подчинены Бог вселенной Понятно Вот Значит Вот А у него Личный помощник Бога Но Начинается Когда мы Начнем Разгадывать Скажем В этой сказке Тайны Значит Хорошо Вот я вам Рассказал Что такое Что такое Почему Курочка Ряба Вот этот Личный помощник Бога Что сделал Вдруг Представил Деду И бабе В какой-то Ситуации Он представил Им Золотое Яйцо То есть Из этого Золотого Яйца Уже Когда эта Сказка Рассказывается Когда-то Давным-давно Когда она Предлагалась Миру Значит Ясно дело Что все Уже должны Были знать Подготовленных Что такое Золотое Яйцо Если кто-то Из слушателей Желает Поближе С ним Познакомиться В принципе Он может Поехать В Италию В город Рома Рабами Рожденный Никакой Не Рим Рим Это Так сказать Общее Обозначение Византийской Империи Которой Подчинялся Сапог Италики Вот Как и Греция Кстати Не было никогда Великого Рима И Великой Греции Это была Великая Византийская Империя Так вот Там Надо найти В городе Рома Надо найти Так Тут называется Ватикан Ватикан Живой Святой Воды Повелитель Всего Навсего Это языческое Понятие Вдруг занял Его какой-то Папа С большой Буквой Там у него Дворец Сейчас А на площади Там стоит Под таким Под таким Куполом Немножко Под полукупол Такой Знаете Как Такая Такая Ну В здании Сделана Выемка Такая Там стоит Огромная Шестиметровая Бронзовое Яйцо Но они все говорят Шишка Потому что Оно сделано С такими Как вот У шишки Ну Обычные Там У елки У елочной Шишки Там У сосновой Шишки Такие немножко Зубчики Знаете Поверху И все Поверху Шишки Вот Вот это Она покрашена Бронзовой Краской Но она Имитирует Золотое Яйцо Из чего Все Родилось Я не понимаю Зачем Католики Притащили Туда И поставили Это же Когда-то Было сделано Вылетая Шестиметровая Бронзовая Штука Языческая Древняя Ну Они все Хватали Подать Ну Это С ним Учтется А потом Заберем себе Это же Наше Индоевропейское Так вот Вот с этого Яйца Собственно Говоря Все и началось А раз с этого Все началось То должен же быть Какой-то Механизм Скажем Зарождение Вселенной Да То есть Вообще Который Включил бы Это яйцо Какой механизм А мышка Бежала Хвостиком Махнул Что за мышка Ну Детям Всем известно Что есть мышка Такая За которой Кошка Тоняется И так далее И так далее Но тут надо Великую образность Подключать Я долго С этой сказкой Что называется Крутился И вертелся И в конечном счете Раз речь идет У нас о рождении Вселенной Вселенная Рождается Так Только тогда Когда рождается Человек Почему У нас говорят О многомерности Вселенных О множественной Вселенной Потому что Вселенная Она в каждом Человеке Это сложная Так сказать Философская Скажем так Религиозная Мысль Ее тут Сейчас говорить Не будем А про мышку Я скажу Что теперь Матозоид Вот он Бежал Хлопнул По яйцу Потому что Другой Формы Сказать Что произошло Оплодотворение И пошло Это самое Яйцо упало И разбилось И смешалось И пошло Другой Формы Способа Нет То есть Вы представьте себе Что вот в этих Шести строчках Спрятан Ну Весь процесс Появления Всего и Вся Я так думаю Что Вот я сейчас Примерно Это доказал Если нет Пусть готовят Вопросы Я потом Попозже Отвечу Потому что Я не хочу Сегодня Я хочу Очень четко Уложиться В час Времени Вот Я знаю Поскольку За мной Так сказать Уже там Дубинки Выточены За мной Ходятся Я много Времени Вот таким Образом Мы к этой Теме Немножко Вернемся Когда я буду Говорить Что такое Дида И баба Вторая Сказка Это Колобок И вторая Причина Вот первая Смотрите Сказка Вот эта Курочка Ряба Любой Поп Любой Митрополит И вообще Любой Из церковного Причта Хоть Сам Будет Патриарх У него В голове Что-то Есть Он Ее Прочитает Сказать Ну Что Пусть Рассказывает Пусть Печатает Вот Тогда Здорово Ершова Вот Который Написал Конек Горбунок Он Начал Писать Насколько Я знаю Другую Сказку Он Получил Очень Здорово В смысле По Деньгам 400 Сем До Рублей Огромные Были Деньги Он Начал Вторую Сказку Но Его По Цепочке Из Петербурга Когда Еще Не Было Патриархата А Был Еще Священный Синод Его Просто Предупредили Что Писать Такие Вещи Не Надо Вот И Лучше Всего Ты Пропей Эти Деньги Как Нибудь Там Под Забором Полежи Отдохни Вот Так Он И Сделал Так Вот Значит Эту Сказку Пропустили Все Очень Много Я Потом Столько Искал Ведь Сказок Где-то Примерно 200 Тысяч Сказок Лежат В Различных Институтах Сейчас Институты Все Университетами Примерно До 65 Года У нас Ходили Этнографические Экпедиции Записывали Сказки Все Вот Один Город Арзамас Возле Горького Нижнего Новгорода Прошу Прощения Значит Там На моей Родине Там В городе Арзамас Есть Петеринстук Город Не очень Большой Петеринстук 20 тысяч Сказок Павловских Сказок Лежит Записанной В листочках Все Вот Таким Образом То есть Сказок Много А вот И было Очень Много Цензоров Которые На них Наваливались И не Пропускали А пропускали Всякую Мало Того Что Ладно Например Пропускали Всякую Или Либо Что-то Так Сать Такое А вот Делали Просто Сказкам Делали Обрезание И вот Сейчас Я вам Это Поясню Сказка Колобок Я Почему Могу Откровенно Четко Говорить Об этой Сказке Какая Она Должна На самом Деле Быть Как Она Должна Рассказываться Потому Что Я Ну Полный Как Сказать Полный Синоним Полное Отражение Этой Сказки Нашел В Сибири Это Эвенкийская Сказка Вот Я Чуть Попозже Скажу Ну Вы Знаете Этот Колобок Значит Да Почему Она Вызывает Сказку Колобок Ну Жили Были Дед И Баба Значит Дед Сказал Что Я Хочу Вот Иди Там Собери Муки Сделай Мне Колобок Я Поесть Хочу Ну Она Пошла Собрала Всю Муку Там Которая На полу Лежала Все Остатки Выкачала Сделала Колобок Спекла И положила На окно И он побежал Почему У меня Вдруг Внезапно То есть Я ухватился За эту сказку Что я увидел Я опять Увидел Определенную Тайну Есть Такое Понятие Вот Просто Вылетел У меня Термин Да Значит Чтобы Описать Например Лицо Человека Надо Прием Использовать Либо Начиная Солба Вниз Лоб Нос Губы Подбородок Либо Ты Идешь Вверх Вот Такой Закон Чтобы Описать Либо Значит Вот Теперь В этой Сказке Он Бежит Встречается С Зайцем Потом С волком Потом С медведем А потом С лисой Нарушено Должно Быть Заяц То То Вы Поймите По Возрастающей Так Силе Мощи Зверя Должно Быть С кем Он Встречается А Я могу Сказать Обрезанная Сказка Почему Потому Христианству Нужны Были Рабы В этой Сказке Можно Было Это Рабство Протолкнуть Неисполнение Здесь Колобок Неисполнил Своего Предназначения Понимаете Лежать И ждать На Подоконнике Когда Его Съедят Такое Неисполнение Должно Быть Наказано То В принципе Сами Понимаете А В сибирских Собраниях Есть Аналогичная Сказка Она называется Оленя Косточка Там Тоже Жили Были Дед И Баба В чуме У них Есть Было Нечего Подходила Весна Как Видно У этих Деда И баба Которые Колобок Все Есть Было Нечего Ну и Дед Говорит Баба Ты Посмотри У нас В яме У них Возле Чума Всегда Была Вырытая Глубокая Яма Где Они Хранили Продукты Там Продукты И она Нашла Там Маленькую Оленю Косточку Ничего Больше Нет Она Ее Бросила В котел Сварила Оленю Косточку Дед Обрадовался Вот Сейчас Оленя Косточка Поняла Что Ее съедят Она Выскочила Из котла И побежала В лес И вот Она Там Эта Оленя Косточка Встречает Сначала Зайца От него Отговаривается Лису Встречает Волка Медведя А потом Значит Это самое Медведя Встретил Медведь Все Поймал Все Сейчас Как она Типа Того Я сейчас Точно Не помню Он говорит Я вот Должен В дупло Залезть И крикнуть Что все Меня сейчас До свидания Потому что Дед и баба Будут плакать Если там Будут меня Долго ждать А так Я им крикну До свидания Все Все услышат Ну давай Он раз В дупло И вылазит Из дупла Уже человек При оружии Молодой человек Здоровый При оружии При там Копье При Луке Со стрелами Медведь Дал Деру Значит И вот Дед и баба Сидят Горюют Что у них Ничего не получилось Там Сколько там Я не знаю Они горюют Но к вечеру Приходит к ним Молодой Здоровый Охотник Тащит на Нартах Так сказать Оленя И говорит Вот я пришел Я ваш сын Меня зовут Оленя Косточка Вот сейчас Сварим мясо Будем кушать И я вас буду Кормить До скончания Живота Вашего Так сказать И своего Все Вот таким образом Так должна была Кончаться И сказка Про колобка Я говорю Сбой Программы При описании Животных С которыми Он встретился Там Ну леса хитрая Это наш колобок Она Это самое Бац И съела Вот сказка Кончается Она Раз И съела колобка Все Это разве Сказка Это Вы понимаете Что Это какая-то Ну Тут столько Навалян Тут даже Не загадки Просто Тут То Чем хвастаются Графоманы Ни сюжет Ни завершен Не окончен Ни герой Как-то Не охарактеризованный Перепутанный В общем Это графоман Пол Есть еще Одна обрезанная Сказка Она называется Теремок Точнее Она Не обрезанная Сказка А наоборот Вот тут Я уж прошу прощения Она Добавленная Дальше К ней Пришита Вот все Ну должны Помнить Вот Приходит Зима Тут значит Комар Пескун Там Заяц То там Петух Лиса Значит Все мы Они все маются От того Что холодно И вот По лесу Вдруг Находят Теремок И все Туда в теремок Залазят Маленький Такой теремок И пришел Медведь Ему что же Холодно Пустите меня Ну все Куда же Теремок Медведь просит Ну медведь Стал залазить Сел на теремок В общем раздавил все Разлетелся Теремок Значит Звери Разбежались Вот это Нормальная Все сказка Причем Что за ней Стоит Все звери Которые там Указаны Это я Проверял специально Эти звери Все являлись Так сказать Тотемами Всяких народов Различного Различного рода Народов Поднародов Племен Там Разное такое Вы понятно Когда мы говорим О петухе Гальский петух Это Франция Это славянская сказка Чисто славянская сказка Потому что Главный медведь А у славянских народов Эпоса Славянского эпоса В таком случае Больше Больше его части Медведь был Боевой Тотем И вот Представьте себе И вдруг Значит Я читаю дальше Звери разбежались А медведь Типа Куда же вы разбежались Что же вы делать То давайте Вот я там Типа виноват Давайте Все вместе Построим дом Вот они все вместе Построили большой дом Большой терем И все стали Так сказать Зимой там жить Поживать И добра наживать Ну я Представьте себе Построить терем Кто пахал Мягко говоря Кто ломал деревья Выложить стены В пол И так далее И так далее Давай догадаемся Наверное это была Мушка Или кто там Мышка наружка Или комар песком Да Мышка наружка Наверное была Вот она ломала деревья А медведь Сидел Медведь наблюдал Считал А пескун таскал Комар Мышка грызла А он таскал Комар пескун Понятно Что тут Значит Вот это Для того Чтобы соблюсти Толерантность Я не знаю Какая Это только Христианская Толерантность Тогда была Тоже страшная вещь Которая убивает Все и вся Вот Что Как это так Вот медведь Вы же понимаете Сказка Это такая Чисто солдатская Сказка Мы пошли в Европу Мы сейчас сядем на Европу Все тут раздавим Все размажем И все Мы здесь сапог поставили Мы здесь будем стоять И вот как Нельзя Что вы Господи Как будто там Христос Так ничего Ведь И короче Давайте быстро И вот Значит Сложили теремок И стали все жить Это Это знаете Ну это вот как сейчас Ангелы Меркель Толерантность Толерантность У нее там режут На каждом углу Толерантность Толерантность У нее толерантно Толерантно режут Толерантно режут Да один говорит Гонялся там С мачете За беременной женщиной И никто не мог Толерантненько Так нормально все Стрелить Да Ну в общем Короче Комар Пескун Решил дерево не таскать Он просто взял мачете И понятно Хорошо Привязал мачете себе На нос На этот Которым он Значит так Ладно Фантазии пошли Писатели Сразу видно Писатели сразу видно Фантазии работают Давай дальше Хорошо Значит ну мы Теремок Я уже рассказал Вот репка Вот смотрите Значит Это тоже Кстати репка И теремок Это вот все древнее Я беру колобок Репка Я еще русских сказок Не трогал Я так думаю Что мы до них Вот в этом Скажем В этом эфире Не дойдем В принципе Кому нужно понять Что такое русские сказки Они могут взять Тысячу и одну ночь Только полное собрание Не то Которое Редактировала Составляла Редактировала По-моему Салье Ее фамилия Она на этих сказках Всю жизнь сидела Приспокойно дошла От простого сотрудника Института Востоковедения Значит До академика Тоже получала Только одни арабские сказки Тысяча и одна ночь Прекрасно Уж не намекаешь ли ты опять На что-нибудь Называя фамилии Так прям выделяя А я начну Если так оно есть Я должен Теперь вам тут Понимаете ли Нет Давай Ты толерантнее будь Толерантнее Не надо Не надо То есть получается Вот эта женщина Которая ты назвался Этой фамилией Она вот сказками занималась Она получается Их извратила Собрала какую-то Упрощенную версию И нам всем выложила Как чистую монету А мы дурачки Ушки развесили Глазки включили И все это воспринимаем Как некое народное Творчество арабское Да К сожалению Так Потому что Я же Я же учился И сколько у меня друзей Арабов Я так думаю Что если я сейчас поеду И по институту Патриса Лумумба Тогда был в советское время Помните По институту имени Патриса Лумумба У меня там Кто же не помнит Патриса Лумумба Конечно Ну кто же конечно Тетя Она как раз преподала Русский язык и литературу И я познакомился С многими ребятами Из Африки И все Я мог Наладить связи Сейчас В общем-то Достаточно Я не буду тут долго Рассказать об этом Имена тоже называть бы не надо Но во всяком случае Я когда с арабами Они-то я уже В Афгике Так сказать Мы сидели И посуды Ну в общем да Так вот оно Вот Чаю много В общем подружились И как бы между народами Связка дружеская Образовалась благодаря тебе Твоим посиделкам Я должен сказать Что они потребляли На русском уровне Сколько я столько И они Не богохульство Они арабы Они арабы Не богохульство У них там сухо все Ага Они на походе Все закрыли Закрыли тему Идем по мухе Цукатухи Цукатухи И прочим Да То есть там Ведь если мы Скажем касаться Это надо Специально вести Передачу о сказках Я их просто Наизусть заучил Но мне послали Ну хоть плохонькие Но переводы тех Там же тысяча И одна ночь Там ведь не тысяча И одна сказка Там 20 тысяч сказок Там можно Бесконечно сидеть 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 И на Что называется Там такие есть сказки Я просто Ну Просто я В величайшем Так сказать В величайшей радости В величайшем Почтении К арабам А она специально Подбирала Там про воров Потом вдруг Значит Какие-то Длиннющие сказки Где обязательно Присутствуют евреи И раз Один Рассказывает Другому Он рассказывает Про другого Что тот Ему рассказывал А он Значит Слышал Это там И тогда То есть Вот этот знаменитый Древнейший прием Когда делать нечего А я слышал Как вот тот Рассказывал А ему Рассказывали Это маразм Тихий А там есть Например Сказка Это самое Абдаллах земной Абдаллах морской Мы Я все время Сейчас введу Ну все Я собрал Что называется Данные Все И даже документальные Данные О том Что есть Морская Водная Цивилизация Таких же точно Умников Как и люди Только Водная цивилизация Вот они Существуют Они там Здесь Ну и так далее То есть она есть Это доказано Это Чтобы найти Под полное Подтверждение А есть сказки Есть Вот пожалуйста Абдаллах земной Абдаллах морской Ну там написано Ноль в ноль Один один Как эти цивилизации Могут сосуществовать Как они Что они Начинают Что они носят Что они кушают Ну я уж не говорю Про Пушкина Потом мы не увернемся Тридцать три Богатыря Чешуей Как жар горя И с ними Дядька их морской Вот репка Древняя славянская Сказка Она утверждает Силу рода Он помните Значит Посадил дед репку Выросла Репка Большая Прибольшая Тянул дед репку Значит Не вытянул Позвал бабу И так далее И так далее И внучку позвали А потом Значит Собачку Жучку Там Кошку И мышка Тут прибежала Потянула Значит Опять же мышка Вытянули репку И везде Когда вы будете Вот эти сказки Читать Жили-были Дед да баба Была у них Курочка Ряба Или жили-были Дед да баба И была у них Снучка Машенька Прошла там Маша с медведем Стоит А где у них Папа и мама Вы понимаете Какой основной вопрос Где папа и мама Сиротка она была Сиротка Все кругом Сиротки были Ну так повелось Сказка Дед и баба Это указывает Я потом Чуть попозже Вам скажу Давайте так Вот репка Это сила рода Подключается 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 Наконец вытаскивает Всем От мала до велика Родом Возьмемся Так сказать То что роду Необходимо Ту же репку Вытащим И все тогда Будет хорошо То есть Обязательно Должна работать Сила рода А вот теперь Давайте взглянем Что такое Дед и баба Папа и мама Нет Это основной Очень интересный Вопрос Который провисает Всегда Когда начинаешь Читать внимательно Сказку А папа и мама Это где Папа и мама Это где Там вообще Так вот Дед и баба Здесь работает Опять то же самое Я говорю Христорадники Очень жестко Вырезали Все это Ну это было просто Ведь сказки Они записывались Они устное Народное творчество У нас не было Таких знаете Исполнителей Акынов Как было Это скажем На Алтае Да Вот чтобы Супер Супернародный эпос Там алтайских Там таких эпосов Моадай-кара Контровой Такой Контрольный эпос Можно сказать Центральный Нам еще достаточно Там штук Двенадцать Таких мощных эпосов Якутский народный эпос Манас Обрыв связи Я это к чему говорю Значит И естественно Что Могли так сказать Пригласить в храм К попу Там Исполнителя Сказать И сказать им Слушай Мы тебя сейчас Принародную тут выставим И я тебя Лишу Ну как Писателя нашего Лива Николаевича Толстого Лишили Что там они Лишили-то его О нем начали Они его Они его отлучили От церкви А отлучение От церкви Правильно Отлучение А он очень расстроился Да Пугачева отлучили Значит Его отлучили И со всех Амвонов Со всех Всех храмов Значит Звучало Что Вот такой Антихрист Правильно Отлучение от церкви Ну естественно Все боялись Пугались Ему говорят Ты это брось И все И на следующий раз Он приходил Начинал рассказывать Там сказку Вообще Это забрасывало Дело такое Ну Это всего-то Навсего было Максимум 200 лет Это вот 16 век Когда началось На самом деле Христианство Так сказать Более-менее Проникать В среду Что называется Простого народа И до 19 века Ну это 200 Ну Да нет 300 лет уже нет Там дальше началось Потухание веры После Петра Первого Там дальше все Так был скачок А там дальше уже началось Вот Суть не в этом Суть в том Что Они знали Кто такой Дида И кто такая Баба То есть наоборот Кто такая Дида И кто такой Баба Вот если вы Сейчас например Пойдете Ну В Азербайджан Да и в Москве Встретите там Уважаемого Какого-нибудь Человека Ну С тюркскими Так сказать Чертами лица Можете подойти К нему Сказать Здравствуй Уважаемый Баба Там Ильхан Как В общем Или там Здравствуй Дорогой Уважаемый Баба Назарбай Все правильно Вы не называете Его бабой Вы говорите Бог Бога Баба Это Бог Бога Идол Бога Если уж Так Говорит Вот эти Статуи Которые Ставили На курганах Там сидит Мужик С чашей Который С которой Сыплются Угли Или звезды Или что-то Сыплется Такая вот Каменная Скульптура Стояла На курганах На огромных Упокоения Вот Это вот Называлась Баба Он А Дида Это Мать Породительница Я просмотрел По куче словарей По справочникам Все-все-все Дида Это вот Кстати Немецкий артикль Ди Они уже Лишнюю считают Вторую букву Д Он произошел От Дида Как и Артикль Мужской артикль Основной артикль Дайяр Сила земли Он стал Бер Одну букву убрать Ну вот всегда При письме Когда с разговорного На письменный язык Потом снова на разговор Потом на письменный Это всегда так происходит Букву просто сокращают Потому что Певцам Лен писать А лучше всего Певцам Подмигивают Так сказать Эти Христоратники Говорят Давай-давай-давай Режь сокращай Пусть язык будет другой Пусть все спотыкаются Это не их дело Это наше дело А мы поймем То есть Ди-де Это она Это Вообще Понятие В дочерях Сила Ди-это дочь Дэ-сила То есть Только Рождение Могут обеспечить Только дочери Вы понимаете Да И вот И всегда Везде так Ну вот Опять же В сказке В ханты Манси В сказке Народа Манси Манси Это люди Льда Манзи Это люди Льда Это те Кто Пережили Наступление Льдов Когда После Великого потопа Вот это Серьезные люди У них очень серьезный словарь Там очень интересный словарь Очень древний словарь Такой И значит Сказки у них Можно сказать Великого смысла Сказки Вот Обычно Когда сборники Сказки составляются Там Первую сказку Самую древнюю Самую такую Ну такую Самую значит Сказочную сказку Как бы редакторы Ставят Не понимая Что они ставят А там значит Там сказка Например Первая главная У них Начинается так Народ Манси Жили-были Диде и Баба Диде и Баба Но он Дед и Баба Перевел Вот это самое А я нашел Авторский текст Потому что В Новосибирске Я там жил Там у меня Все эти издательства Издательство наук Которое Сказка У меня Главный редактор Друг Так что мы это все нашли Вот Диде там было написано В чуме А вокруг чума Было болото Нельзя было Выйти из чума Жили-были Диде и Баба Так вот Без Не того что Не поесть Ничего нельзя Потому что Шаг-шаг В нюху Шутонешь А вверху Над чумом Висел золотой Дом Бога И Баба Видели Как там сидит Бог Номитором Сидит Ест мед И пьет Сул Номитором Это Примерно так Тот кто Обеспечивает Движение Движение Крови Жизни И мозга Ум Мозг Ну понятно Я думал Я думал Сейчас ты к сказке Мумитролей Плавно переходишь Не-не-не Мумитроли Это Такое Ну ладно Не будем ругаться В эфире Так вот Была Дидей То есть Баба Это Бог Бога Это был Какой-то Автомат Я этот Автомат Везде Встречаю Каракаруум Это Самый Например А вот Это Столица Монголии Каракаруум Не Ребята Столица Она не может Просто так Возникнуть Тем более Скажем У таких У кочевых Народов Такого Не бывает Они Где-то Кочуют Где у них Белый шатер Встанет Там будет Столица Где будет Белый шатер Встанет И столица И они Они никогда На одно и то же Место Не вставали Они вставали К самом Пяти километрах От этого места А не там Потому что Там где Вот они Отстояли Скажем Лето Да Там Скажем Четыре Пять Месяцев Там Столько Было Навоза Мягко говоря Людского И конского И всякого То они Значит Оставляли Это местечко И Передвигались На пять километров Там Вот по кругу Ходили Пока все Не Не прибудет Снова Трава Все Не заберет Себе И все Такое Вот Так значит Что мы имеем И вот Смотрите Интересно То есть Диде Берет Я про это Читаю Я просто Млел Это Самый Этот Бог Бога Баба Крикнул Ну-ка Сбрось мне Лесенку Ну Метором Лесенку Сбрось Диде Туда Полезло Все считают Что Дед Так вот Это было Не в рукописи А не уже В том Что Отпечатано Потому что Полезло Это женщина И везде Вот Диде Это вот Помните Это самое Говорят Золотая Золотая Баба Алтын Баба Это значит Что это Понятие Баба То что Женщина Баба То что Женщина Это вот Семнадцатый Когда начались Большие Мощные Контакты С этими Самыми С тюркскими Народами Ну Шестнадцатый Век Вполне Может быть Пятнадцатый Даже Век Ну вот Когда Сибирские Татары Заходили Сюда На Русь Вот Это понятие Баба Это в общем-то Сначала Оно было Как бы Не то что Бранное Такое Слегка Знаете Слегка Неприятно А потом Пошло 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 И церковь Это поддержала Что Как это Так Бог Бога Как это Так Идол Бога Сидит С младенцем Это Девственница Вот Ей А так Не Не Что Ты Диде Пусть Будет Дед Я все Просмотрел Везде Это самое Там нет Диде Это она Ну Это вот Короче Я про что Начал Рассказывать Потому что Диде Залезла Наверх На метру Он дал ей Фартук Она его Одела Снова По лестнице Спустилась А значит Это самое Вниз А на фартуке Были нарисованы Все люди То есть Человек И все животные Какие должны быть А на метру Снял с себя пояс Кинул его Пояс Обернулся Вокруг земли Сжался И вся вода Выдавилась Пояс превратился В уральские горы Понимаете Мощность сказки Это вообще невероятная Конечно А вода вся высохла Болото высохли И можно было Это самое А значит И Диде Это самое Приходит И приносит Ну Мальчика Нашла Ну пошла Вышла из чумы И нашла мальчика И он тут же быстро вырос За сутки Пошел на охоту И стал носить Мясо Вот таким А вот эти вот Понятия Баба Вот я говорю Про Каракурум Это Он Это понятие Знаете Какое Черный Обугленный Это остаток От войны богов Такие валялись Раньше Очень много И везде И везде Их отмечали И по горам Они валялись Какие-то агрегаты Их называли Вот так Что он с мозгом Потому что Скажем Вот я четко помню Воспоминания Подходит Как бы охотник Да Это не сказка Это в общем Такая Ну как бы легенда Подходит Что-то такое Камень такой Лежит Огромный Значит Ну Какая-то у него Форма такого Как бы зверя Он подходит А камень ему Говорит Ты ко мне не подходи Он говорит Ты живой Ты человек Он говорит Я не человек Но ты ко мне не подходи Ну ты же говоришь Он говорит Ты ко мне не подходи Ты умрешь Ну то есть Лежал агрегат Какой-то Расплавлен Говорил Не подходи Не надо Вот в таком духе. Мы сейчас дальше перейдем к Кощею Бессмертному. Всем эта сказка тоже знакома. Мне тут самое важное подчеркнуть и самое важное дать вам понять, что такое яйцо. Вот это вы помните. Что такое Коще Бессмертный? Кощ – это кочующий. И везде идет, значит, что кочевники бессмертные. Кощ – это кочевание, ну, кочующие по степи. А Кощ – это кочующие возле воды. Ще буква Щ обозначает холмы. И вот этот буква Щ, вот сейчас справа такой хвостик, да, он обозначает воду. Вот эта буква Щ, она вообще обозначает, скажем, на египетских письменных полях, она обозначает три пирамиды у воды, то есть у реки Нил. Вот эти три пирамиды у воды должны являться, они же были выложены этими белыми, так сказать, мраморными такими плитами шестиугольными, они должны были являться для посадочных модулей, так сказать, инопланетян, как бы, или для богов Земли, вот они знаком, потому что надо было из космоса с высоты 30 тысяч километров рассчитывать скорость вращения Земли, скорость движения аппарата, ну и так далее, и так далее. То есть нужен был какой-то рэпер, на который можно было просчитывать все. Вот это были три пирамиды у воды, но они не единственные были на Земле, это было столько всяких разных рэперов, что они садились где хотели. И все это у них было. Так вот Кощей Бессмерт. Я же не буду тут касаться Фасмера, вы сами понимаете, что фамилии, как фамилию, так я сразу начинаю, что называется, лезть на стенку, при фамилии Фасмер, например. Он, кстати, знаете, сколько получал? Он получал в год столько, сколько получал канцлер Германии. Вот когда он жил и сочинял эту восьмитомную книгу «Этимология русского языка», какой-то Фасмер сочинял, он себя окружил, там, скажем, пять словарей, финский там, угорский какой-нибудь, и все потихоньку по схожести слов. Он говорит, что такое Кощ? А у него, можете посмотреть, открыть Фасмера, что такое Кощ? Он говорит, а ребенок без родителей, так сказать, этот самый, ну, как он называется? Сиротка, диспозерник-сирота. Сиротник, все, пожалуйста, понятно. Ну, значит, когда, это самое, что такое, вот серпуха в Москве есть, город, серпуха. Ну, вот, вот, это серпы пуховые, такие легкие, знаете, острые, легкие серпы там, все такие вот шикарные серпы, ну, то есть высокого как. Легкий серп, ты легким серпом, он пусть себе, ну, нос пусть отрежет, непонятно. Ну, пускай ухо отрежет, ладно. Пусть, ну, да, ухо отрежет. Еще будет один гениальный, еще появится один гениальный художник. Да, по руке серп. На самом деле понятие серпух, сер – это змей, змея. Серпух – это, прошу прощения, персидское понятие, лук боевой, лук обратного натяга. Полет стрелы 400 шагов. Ну, там машина, дай бог. Вот там, вероятнее всего. Но, может быть, изготавливали, может, не изготавливали. Дело в том, что обычно, вот есть еще город, ну, не суть важная, я сейчас вспомню, я его, он выскочит. Эти самые жрецы наши, волхвы, выбирали место для города, там поблизости, ну, чтобы поблизости обязательно была залежи мудрости. А залежи мудрости что? Змей – это мудрость, то есть змеиное гнездо. Как только находили змеи, там, там ужи могли лизать, там все. Даже не самих змей, а вот находили кожу сброшенную, все. Ну, это потому, что когда было верование в бога дракона, летающий змей. Вот обязательно этот должен быть, вот серпух. Ну, а потом серпух – это еще, ну, я говорю, второе значение – лук, потому что понятие, например, на санскрите лука, оно, описание точно идет, как змей. Потому что, ну, представьте себе, когда стрела в тебя летит, как укус змеи. Потому что за укусом змеи следует смерть. Нам важно здесь, про Кощея бессмертно, вот это вот, когда добивается на повалить дуб на острове Баяне, там, дуб такой огромный. Повалили его, там на цепях висит ящик, ящик открывает, выбегает заяц, надо заяц, там, кто-то ему помогает. Вспомните Ивану, так сказать, царевичу. Другой заяц набежал, разорвал в клочья, вылетела из заяца утка. Вдруг летит селезень. Нет, там волк, понятно, потом другой заяц догнал, там были варианты. А вот утку селезень сбывал, дальше разбил утку в пухоперево, выпадает яйцо, падает. В море океан, щука. А вот Алексей, ну, в море щуки не водится. Это неправильная щука, она водится, это волшебная щука. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я так думаю, что тот-то рассказывал сказку, вот специально загнал туда щука. Ну, любой же человек, он на него большими глазами посмотрит и поймет, что... А вот как же выражение, хорошо, на то и в море щука, чтоб карась не дремал. Карась тоже в море не водится? Ну, может быть, море имеет в виду другое, переносное значение? Может быть, может быть. Я сейчас не буду спорить. Мы не про это, да, мы про другое. Мы не про это, да. И вот, скажем, в руках у Ивана Царевича, оказывается, вот это яйцо, где в яйце, так сказать, игла. Он должен яйцо разбить, достать иглу и это самое, сломать кончик. Но там были варианты, что этой иглой надо было к луку, к стреле пристроить, из лука Кощея и застрелить, а другой версии сломать кончик. То есть тут вариантов, опять же, много. Да. Но я же говорю, что я занят... Чем я, так сказать, благодаря, кстати, Светлане Николаевне, которая меня все-таки подтолкнула, вот, я имею в виду издатель Белый Арб. А она все-таки, ну, грубо говоря, из, в общем, моей воспитанности, когда Козьма Прудков говорил, зри в корень. Все, я беру, начинаю зреть в корень. Игла. Что такое игла? Это славянское понятие. Оно переводится как яйцо. Можете себе представить? Хорошо. А что такое яйцо? А яйцо это этот. Тоже яйцо, но только оно русское понятие. Санскрит. Яйцо. Яйцо. Здесь буква Е обеспечивает плодородие. Личность плодородящая. В золоте. Зо. Золото. Цо уже там подписали. Я беру, значит, слова эскимосов. Потому что там, скажем, когда вы читаете русские тексты, как эскимосы при приближении, скажем, Бурана там и так далее, и они, значит, строят себе иглу. Ну, долго ли сейчас найти слова эскимоски? Я нашел. Ну, там с эскимоска английский. Ну, с английского перевести. Можно позвонить в Америку, можно там в Англию. Не суть важна. Сейчас не те времена. Они не пишут иглу. Это наши пишут иглу. Иглу. С ударением на это. Потому что они боятся, что... Как это будет... Ну, те, кто начинали писать об эскимосах, они писали иглу. Потому что до революции, до эволюционных текстов, игла, эскимос делает, ставит иглу. Яйцо. Вы посмотрите, как она выглядит, вот эта игла. Ну, вы знаете, поняли, о чем я говорю, да? Ну, резаные. Резаные насти. Резаные. В снежной яме, из которой он вырезал, они там лежат, охраняют. А он лежит один там, как зародыш. А оно сверху смотрится, все это, как будто половинка яйца, а там вторая, там, снегу. Она называется игла. Вот возьмите эскимоско-английский словарь. Вот она, игла. Все это, говорят, дом. Ну, вот это, ну, там, как описано, дом из снега, то есть не дом, а убежище из снега, возведенное во время, срочно возведенное, быстро во время бурана. Вот и все. То есть, понимаете, вот это все уже перетасовать, славянское, русское, вот так все смешать, это уже тот, кто вот эту сказку правил, он уже не понимал, что он делает. Правили уже, знаете, так сказать, тайные, там всякие поляки. Вот смотришь, там, фамилия Поляков, ага, значит, евреи точно. Вот. Они варим все-таки. Опять все к этому сводишь, короче. Как это в фильме, помнишь, это выборы, да, а что, другого слова нельзя подобрать? Так я ради этого песни писал, да, у тебя все сводится, конечно, в итоге к этому. Ну, ладно, хорошо, давай дальше. Досмеешься, досмеешься, когда-нибудь. Хорошо, давай дальше. Короче, понятно, да, что он просто-напросто, это самое, надо было, если он хотел бы себе добиться, вот это надо было просто яйцо выпить. Вот, ребята, я всем ослушателям говорю, вы понимаете, что здесь скрыто, вот в этой, очень коротенькой, там буквально где-то тоже пять строчек, вот этот момент, когда он оперировал вот этим яйцом бессмертия. Почему Кощей бессмертный, у него был, кстати, это реально, ну как сказать, это реальный герой, который постоянно, так сказать, воспроизводил. Я потом много могу рассказать о том, как добивается бессмертия. Ну, скажем, тот же Рокфеллер, вот сейчас, где-то недавно я буквально прочитал, он все шестое сердце поставил. Ну, взяли там, у человека, видно, специально сбили автомобилем, ну, выбрали, там, 30-летний, здоровый, все, ага, пойдет. Сбили автомобилем, значит, к жизни не приспособлены, там, как у них формулировка-то ускорая помощь. С жизнью несовместим. Ну, слушай, подожди. А, несовместим, с жизнью, там, быстро сердце вырезали. Да, ну, вроде помер же он, этот самый, Рокфеллер-то тот самый. Не-не-не, поставили ему, вот, шестое сердце сейчас ходит, с шестым сердцем. То есть, их-то много, да, сейчас, понятно. Вот. Ну, это только присуще тупому пастушьему племени. Потому что ты будешь вставлять, вставлять запасные части и помрёшь, они тебя и убьют. Как вот те вот, которые сейчас делают себе клетки-то эти, как они, столбовые или какие там они? Стволовые клетки. Стволовые. Вот из стволов этой клеток, как, всегда бывает обратное действие, всегда обрывает обратная сущность. Она, если ты ждёшь жизни от них, то смерть от них же и получишь. Это закон. От всего. От сущности, от того, как ты поступаешь, от того, о чём ты думаешь. Всё-всё-всё-всё. Это обратное явление приходит, потому что такова логика Вселенной. Так вот, всё понятно. Так вот, вот то вот яйцо, да, в принципе, я сейчас разрабатываю, вот буквально скоро закончу книгу, там тоже самое продолжение моей книги, это «Не болею лечиться», но я немножко сменил тему, я говорю, что о том, что смерти нет. Ну, в принципе, вот тема этой книги «Смерти нет». И вот там я, кстати, буду про яйцо Кощея говорить, что надо делать для того, чтобы чуть подольше прожить, ну, не чуть подольше. Там три года лишних жить, для этого как-то бороться, там, я не знаю, деньги огромные тратить, чтобы подбирать человека, которого надо сбить машиной, забрать его в сердце, либо купить его там, поехать к этим, сейчас как она, Косово, Косовцам у них за дикие деньги купить что-то там. Косовским албанцам. Да, Косовским албанцам. Кстати, понятие «албан» – подорожники, это грабители на дорогах, они даже были отмечены, они же, они занимали место, которое называется Баку, вот полуостров, он весь полуостров называется Баку, назывался. Потом пришли биляди Альгузи, их так называли, значит, их выгнали, албанцев там, всё, они пошли опять по дорогам, вот придут все, но, в общем, не суть важная. Ну, понятно, давай к сказкам вернёмся, потому что час уже заканчивается, который ты так планировал. Да, у меня тут осталось там совсем немножко, значит, может быть, сделаем немножко, потом у меня будет минут на двадцать и всё. Немножко сделаем, ты что имеешь в виду, немножко? Музыкальную паузу, что ли? Да. Хорошо, подчиняюсь насилию, давайте поставим музыкальную паузу. Итак, у нас будет три минуты, хватит мне три минуты? Да, я сейчас кипяточку налью. Хорошо, три минуты, двенадцать секунд, поехали. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 26 июля 2016 года, вторник, по одному из старинных 25-й день месяца получения даров природы, 7524 лета, неделя. Сказки, как носитель истины, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич. И он сказал, что перед музыкальной паузой о том, что ему нужно будет еще минут 20 на завершение доклада своего. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Ну, очередная героиня, героиня, как бы, да, это Баба-Ига. Всем она нам известна, ее рисует такой страшной старухой, в ступе летит, по мелом погоняет и так далее, и так далее. Ну, на самом деле, сверху я вам уже говорил, что такое Баба. Это идол Бога. Или Бог Бога. Ну, Бог Бога это в том смысле, что вот действительно, либо это идол просто вытесан из дерева, вылет из металла, либо это автомат, он тоже назывался Баба. Это вот Хумбаба в поэме о Гильгамише в Шумерске. Хумбаба, Гумбаба должен быть. Он движущийся, то есть это самое, хотя, значит, и понятие Баба, то есть он выглядел как Бог. Он же достаточно высокий, скажем, сияющий корпус металла, я не знаю, может там пластмасса была. Тот, который им противостоял, Гильгамишу и его другу в Энкиду, значит, вот Баба Яга. Ягга это смерть в белом огне. То есть это он, это не она. В более позднем переводе, значит, идол смерти. Баба Яга идол смерти. Вот. А вообще от чего он родился? Этот я достаточно долго исследовал, пока не нашел, опять же, в славянских, так сказать, ну, преданиях, что ли. Значит, как, что, какая жизнь была, что делали жрецы там, скажем, то есть наши волхвы будем называть, хотя это неправильно, это тоже христианское название, я никак не могу добиться, да, потому что на букву В не может начинаться. В это вагина, женская сущность. Не должна, волх с бородой, все, он не может быть женский, начинаться его понятия, описывающие его занятия, они могут начинаться на букву В. На букву В должна начинаться, но это я найду. Ну, вернее всего, что это где-то Боу-Хо. Боу-Хо, вот так примерно. Я нашел список, там, значит, связался, кстати, со староверами. Значит, у них было где-то примерно 60, ну, как списочные, 60 пунктов, чем они были занимались, от лечения до воспитания, и от, так сказать, от отправления уже пожилых людей, так сказать, что они не боялись смерти. Там очень большой список, но основное это две, воспитание и обучение. Вот, значит, ну, они сами о себе заботились. Как его, так сказать, только, что называется, рукоположили, но это неправильно, посвятили волхвы, да, жреца. Все, он начинал себе из дуба, он должен был срубить дуб сам. Представьте себе, когда не было топора, там, не пилы, а вот каменное оружие, или бронзовое, нет, бронзовое, там какие-то, там, вернее, все, что было все-таки, так, железо было. Вот, хоть оно и быстро тупилось, ну, и мы занимались, там, рубили что-то. Срубить дуб, какой-то толстый. Значит, из него, так себе, там, ну, сколько метров все-таки надо, метра два. Потом, значит, его пополам раскалывали, вот этот кусок ствола дуба толстого, и он оттуда, ну, там, выжиганием камней, камни накаляли в костре и выжигали эту самую, ну, так сказать, домовину делали из, в каждой половинке выжигали пространство. Потом, значит, это две вещи были. Одна была, ну, там, две разных вещи. Одна была она, как, так сказать, колода, вот, покойная колода, да, разбитая напополам. Потом его укладывали, когда он уходил, большинству его укладывали туда, второй частью, которой тоже так выжженное накрывали, смазывали рыбьим клеем, это мощный такой клей, да, и потом перевязывали веревками, там, медной такой, этой, медной такой обручами, и все, и утопление в воде. А вот другой способ этого ступа, это вот ступа, вернее всего, значит, она была изготовлена, вот, это ступа западные славяне. Ступу делали так, что вот из этого ствола дерева, ну, только покороче он был, может, метра полтора, вот там внутри его не разбивали пополам, ничего, а просто, он просто потихоньку сидел и точил, изнутри вынимал, так сказать, вот это вот дерево, это лишнее, ну, тоже раскаленными камнями выжигалось это все потихоньку, значит, потом он делал четыре ножки, такие вот, ну, ступу вы примерно видели, как она выглядит, все, и крышку делал к ней такую плотную, все, когда он уходил большинство, опять же говорю, его туда утолакивали, в эту ступу закрывали крышкой, тоже, значит, на клей садили, веревками перевязывали, а потом за четыре ножки четыре человека брали, ну, она вот и несли, значит, ну, и то же, славяне, только вода у славян, место, 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 как сказать, туда, куда прятали просто корпус, не душу, конечно, а только тело, это была вода, вот, а русские, они захоронения в земле, они только, они принимали только землю, ну, это отдельный разговор, это тоже уникальный, это, так сказать, я данные собрал, потому что это, ладно, никуда не денешься, в кого ты веришь, как ты рождаешься и как тебя провожает последний путь, все, вот эти три вещи ты знаешь, значит, ты знаешь народ, вообще, есть поговорка очень интересная, вот, если ты знаешь человека, ты знаешь город, если ты знаешь город, ты знаешь страну, если ты знаешь страну, ты знаешь весь мир, ну, вот, а три пункта я знаю, как, как, так сказать, рождались, с какими обрядами, с какими обрядами провожали, в чем, как, все, и потом, значит, кого, русских или... Так вот, Баба Яга, вот, значит, по сказкам-то понятно, я про ступу не говорю, там интересные вещи есть, значит, когда пришли, это самое, там были же разные роды и так далее, и так далее, когда наполнение земли славянской, то есть, вода стала уходить, а наполнение людьми земель стало все больше и больше, ну, потому что можно было, так сказать, где-то жить и все такое прочее, потому что Россия, вот эта вот вся европейская часть, она как корыто от этих, от Альпийских, от Альпийских городов до Урала, это вот такое корыто, низина, она вся была в воде, а потом вода стала потихоньку уходить, вот, и они что начали, понимаете, появилось, почему все появились Дреговичи, Кривичи, вот то, что иногда мелькает в этих летописях там, ну, Вятичи, ясно дело, как же без родственников обойтись. Началось там деление как? Они, значит, брали вот волхва, все делали точно так же, клали его в домовину в эту и ставили, срубали две таких, ну, скажем, 20-30-летние две сосны на уровне метра от земли, обрубали их, а в этом колоде делали внизу такие выемки. И вот эту колоду с усопшим жрецом-волхом садили вот на эти две ноги, почему, значит, избушка на курьих ножках. Садили и она перевязана, все, 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 и ставили на перекрестки дорог. Перекресток дорог или, так скажем, идет одна дорога, ну, ставили на перекрестки дорог, чтобы было видно, это граница. Это просто очень так аккуратно указывало, что это, извини, но это граница. И там, скажем, рядом с ним садили дерево. Помните, у нас до сих пор остался обычай садить на могиле дерево. Так вот, значит, садили дерево, ага, или просто пересаживались в одно место, скажем, рябина, вот здесь будет рябина. Или там, скажем, вот здесь будет везде еловый лес, но растет сосна. Ну, и так далее, и так далее. Вот, и обязательно, значит, ага, человек, ну, идет, откуда он, знает, где граница, где что там, нет сконтрольно-следовой полосы, нет колючей проволоки, люди с автоматами не орут, все, ага, граница. Вот, все, ты приходишь, ты должен был сорвать, например, возле этого жреца веточку, и с этой веточкой, значит, идти дальше, говорить, вот, у меня вот есть, разрешил, я ему помолился, и он разрешил пройти. Ну, в общем, вот в таком духе. Поэтому понятие баба-яга, это ни в коем случае не, это самое, не женщина, не старуха какая-то. Вот, это, это говорилось о том, о той сущности, которую немцы назвали этими, в Альпурге Иваноч, этими, как же они, не немцы даже, сканды, немцы тоже самое, вот, у них были эти, валькирии. Баалкир. Они, ну, видите, везде в букву В вгоняет и вгоняет. Баалкир, это стена Баала, то есть, те, кто за стену Баала не пропускал, то есть, какие-то духи. Так вот, вот это вот Валкирий. И вот здесь мы сейчас, по сказкам можно, вот у Пушкина, кстати, Пушкин Александр Сергеевич, это великий, я просто, даже сколько я раз пытался браться, растолковать его сказки, ну, все, отступаю, потому что, понимаете, надо еще подобрать много материала, он же в языческие сказки, его кормилица, его няня, вот Арина Родионовна, она же была из Пскова, а она относилась уже по фамилии, там, да, фамилии не было, но по роду ее, род можно было найти, вот я сейчас четко не вспомню, она была из западных славян, а там дольше сохранилось вот в той же Литве, Литиво, то, что сейчас надо, Беларусь, Беларусь, дракон спрятался на Руси, понятие, Бел это бог дракон, Баал это бог бык, значит, и вот она ему рассказывала эти сказки, он запомнил, он понял, он фактически выложил тогда, когда невероятно какой обладал, так сказать, возможностями, мощностью, мощностью ума, когда он выложил полностью языческие сказки в христианской стране, когда там это христианство прямо рубили голову, вот помните опять же, это самое, скажем, мать и младенца закатали в бочку и бросили в море, да, такой был способ казни, понимаете, не повесить человека там, не голову отрубить, вы понимаете, что когда человека убивают, он уже не человек, вот когда его подводят там к чему-то, к пеньку с топором или подводят к этой, к петле, он уже не человек, ну если кто переживал операции в больнице, он понимает, что когда его привозят в операционную, ты уже не человек, ты дуб дерева, ты лежишь там и все, мозг отдельно работает, все, а тело уже ни о чем не думает, так вот, значит, что касается Бабы-Яги, опять же, академика Проппа, тут я три секунды, когда он начал, значит, морфология волшебных сказок, он выдает вот такую, значит, мысль, там, собственно, я коротенько скажу, что вот эта вот Баба-Яга, когда там молодые люди там приходили, значит, к этой Бабы-Яги туда, это была как бы, ну как вам сказать, рэпер-граница, вот пропустит она, значит, туда, он приходит в другой мир, в другой мир, а там, значит, в другой мир, и он там начинает фантазировать, значит, он сделал, собственно говоря, что они когда проходили через избушку Бабы-Яги, то попадая вот такой в другой мир, значит, он сделал из русских и славян просто папуасов, по смыслу и порядку обрядов, то есть, там был как бы мужской дом, да, он все сидит, фантазирует, что был у них мужской дом у славян и у русов, но это как вот у этих папуасов, значит, там, в этом, значит, мужском доме, вот они учились там, что называется, солдатской жизни, там, воевать, то-да-сё, пятое-десятое, а потом, значит, они там, это самое, о господи, я не хочу дальше говорить, это геи, вы же понимаете, в общем, он потом, это было в 27-м году, когда он написал эту огромную работу, морфология волшебных сказок, а 27-й год, вы помните, что у нас в стране тогда делалось, когда правительство из 500 высших правительственных чинов России, значит, 500, 450 были евреи, это Путин подтвердил, Владимир Владимирович, уважаемый человек и президент, естественно, что он просто, книги, которые я видел, последние издания были изданы в Санкт-Петербурге, тогда там есть такой, так называемый, педагогический институт имени Крупской, но сейчас это университет имени Крупской, педагогический, так вот он издал сейчас, в 91-м году этого пропа, именно для того, чтобы, слава богу, я спрашиваю в библиотеках, я же говорю, что там 15 библиотек, ну, надо было, спрашиваю, а берут, а так, в одной библиотеке, когда брал кто-то, говорит, диссертацию готовить или что-то там такое, студент, я говорю, брал через три дня принес, брал, не надо, так вот, что он говорил, он, там уже, а, там у него, он не в этой вот работе, значит, а там у него есть такие стадии тоже, ну, типа небольшие статьи, основанные, знаете, на сказках, все, и вот он говорит, что как бы согласно тому, что вот русские проходили вот такие вот обряды инициации, значит, а раз они проходили обряды инициации, то есть вот попадая через сборку баба-яги, ты становишься мужчиной, то есть готовишься стать мужчиной, там потом будешь мужчиной, они, значит, должны проходить обрезание, они говорят, кому обрезание делать, солдатам, студентам, то есть в оплату за то, что, ну, солдатам, понятно, ты попал, ты никуда не денешься там тебе, вот потому что времена были такие, что солдатам было много лучше, чем жить там крестьянином, без паспорта и на земле, ну, 2027 год, жестокий голод там был, вот, студентам, а, поступил, мы тебе дали поступить, вот давай сделаем обрезание, а в перспективе, значит, там полагалось так, когда в 1927-1929 году об этом уже знали, что должны сделать колхозы, убрать, убрать это самое, всякие артели, значит, а сделать колхозы, а раз ты, значит, пойдешь в колхоз, то ты никуда не денешься, кто же сделает обрезание, вы понимаете, я эту статью как прочитал, я, ну, в общем, я был не Василисой, прекрасным и не серым волком, я был обычным медведем. Причем злым и невыспавшимся, да, и голодным. Да. Понятно, если уж ты упомянул сказку про то, как там кого-то в бочку еда и выбросили, Сари Салтани, то вот многие читают, то на весь крещеный мир приготовила бы я пир, а там в первоисточнике звучит немножко по-другому, то сама на весь бы мир заготовила бы я пир. То есть никакого крещеного мира там в помине не было. Если бы я была царица, говорит одна девица, то на весь народ одна накала бы я полотна, если бы я была царица, говорит ее сестрица, то сама на весь бы мир заготовила я пир. Если бы я была царица, третьей молодой девицы, я бы для батюшки царя родила бы богатыря. Как видите, здесь никакого Религиозного подтекста нет А что вы мне говорите Про религиозный подтекст? Это не я тебе Это на нашем радиослушателе Пока вы там щелкаете чем-то за кадром Я просто отвлекаю внимание И говорю нашим радиослушателям Так, к слову Значит, вот смотрите Просто нашим радиослушателям я тоже скажу Вы точно такую же сказку Именно вот с этим сюжетом Я думаю, что Пушкин ее не знал Потому что, собственно говоря Как раз вот это Салье Или как Сальери Я не знаю, как ее звали, эту женщину Которая, значит, занималась Только исключительно с Тысячу и одной ночью Она на ней получала огромные деньги, кстати Как бы за перевод там За обработанного То она в Тысячу и одной ночи Точно такая же Мне ребята сказали Ты знаешь вот такую сказку? Ну, сюжет, арабы Я говорю, как они? А они говорят, а вот у нас есть Так она Тысячу лет назад была составлена Точно такая же Три девицы Этот Шах Или там Султан Значит, вот точно такая же штука была Ну, это не суть важна То есть Был, понимаете Бродячий сюжет такой А разносили это купцы Ну, да ладно Я просто тут пару слов хочу сказать О зарубежных сказках Которые так и не стали народными Потому что Собственно говоря Как вы можете вспомнить, например Да, вот датские сказки Там Ганс Христиан Андерсон Вот самый нижний был Он был там нищий Весь ходил там Ему подавали что-то там То-то все Пятое-десятое Вот он Ну, если кто-то смотрел фильм То он сильно Фильм украшен Вот Значит Сколько сказок Он любил Помните, так сказать Дания Голландия Там все это Это же были Страны, у которых были Колонии И вот из колонии Привозили сказки Сидели в пивных там Или в чем они там сидели В пабах Или как это называлось И вот он сидел тоже там За один там фартинг Покупал кружку пива И сидел Слушал И так сказать Записывал А потом уже Становился великим сказочником Понятно Становился Вот снежная королева Я когда прочитал в оригинале Я, мягко говоря, лег Во-первых, почему Я Ну, то, что, например Я могу сказать Снежная королева Это славянская Славянская Это белая дама севера И никакая она не королева Это Очень серьезный Положительный элемент Белые дамы севера Это можете У Снорис Нурсона У, так сказать У скандинавского Вот этого Малая Да большая Специалиста По сказаниям Да, прочитать Это белые дамы Это вы можете на Памире найти Это не суть важна Самое главное Имена героев Кай Это шахтер Плодородный У кого есть шахта Ну, шахтер, понимаете Кай У кого есть шахта У женщины, мягко говоря Хоть и грубо То есть это бабник А Герда, вот наоборот Вот кто такой был Кай А вот кто такой Герда Понятие Герд Герд это повелитель А да Это алтарь Она была повелительницей Какого-то алтаря Все спрятано То есть вы понимаете Женский алтарь Такой, да Были женские алтари Или были дни Когда вот алтарь Бога Например, дракона Окружали только женщины То есть они там Своё что-то делали И так далее Это как раньше было Женский день в баню Мужской день в баню Я огрубляюсь специально Чтобы это вшилось Нашим слушателям Вот А значит снежную кара То есть А этот был такой Ну, я не понимаю Почему Ну, я понимаю В принципе Потому что Ну, кай-кай Всё Это самое Вот у нас есть Такие же понятия Значит, например Капа и купа Вот Капа это Женщина Купа это мужик У нас Купина есть В Алтайском крае Большое село Там жил мужик Такой Очень 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 Понимаете Охочий Да женщин У него было Пять женщин И это Маленькая деревенька Она разрослась В конце концов В село Там у него было Штук 200 детей Все страшно его любили Все там его уважали 200 домов Село Там поставили даже храм Ну, а Капа Это шахта тёплая В общем, это Древний язык Слоговый Так поймите правильно Вот Так что Как его ничто Там, значит Как он уничтожил По изначальному источнику Что, кстати Этот самый Христиан Андерсена Оставил Он прочитал Перед Снежной королевой Отче наш Это Как же Молитву Отче наш Как она Назовала Вот забыл Ну, надо было Пробить На компьютере Забыл Фрудорум Вот эта молитва Католическая молитва Отче наш Унзерфатор Там Что-то не помню Сейчас уже по-немецки Ну Отче наш Это, в общем Это общая молитва Это древняя молитва И она ни в коем случае Не христианская Это языческая Просящая молитва Потому что Отче Ну, это там Я не буду Потому что Как углублюсь Так я поплыву В общем Он перед ней Прочитал эту молитву Она рассыпалась И все И у него Из глаза Это самое Вытекло Там это самое Это как там Льдинка Которая попала И все Никаких проблем Все Все само собой Сложилось Правильно Как по-христиански Самое главное И самое В общем Почему мы с тобой Алексей Я говорю Что может быть Не надо Чтобы дети слушали Я буду из-за одной Только сказки Красная шапочка Шарля Перо О, сейчас начнется Так Да Значит Уберите детей Уберите детей подальше Сейчас мы будем Правду рассказывать Детей убрать Да Потому что Это самое Значит Вот в чем суть Вот Шарль Перо Как и вот эти Вот братья Грим Они точно так же Ходили В общем Естественно Ну Я не ходил О них плохого Ничего не могу сказать Они ходили Вот тоже По пивным По всяким местам Где Собеду Нам мало ли Какие люди Все истории Раз уж телевизоров Не было Радио Не было Слушай Теперь я понял Почему у них Такие иногда Сказки Так Полусумасшедшие Похожие на бред Иногда Честное слово Местами Просто на бред Кто-то кого-то съел Куда-то засунул Прям Теперь я понял Откуда они брали сюжеты Хорошо Продолжай Все поправильно Потому что Если у нас Добро Так сказать Всегда вот Сидишь Сказки читаешь Я же вот Не хочу Например Я хотел сказать Про Афанасьеву Плюну Честно говоря Вот его Вот эти Неприличные сказки Да Он же умер 38 лет Он работал На евреев Потому что По-другому Никто Никто бы ему не дал Он работал Получал сказки Эти Которые там Тоннами лежали В МГУ Он просто взял Московское Университете Он брал их Переписывал Там и все И так сказать Выдавал Выдавал Но он много денег Не получал Ему сказали А хочешь ты заработать Это есть Я сейчас не помню точно Это переписка По-моему Некрас В некрасовских Этих современников Значит там есть Переписка Там какая-то Там есть упоминание О том Что вот он написал Неприличные сказки И они там Мгновенно разошлись И пошли И пошли Вот Ну а потом Кто-то в конце концов Хлопнул Сказал Не надо так делать И что вы делаете Ну сказки да Похабные там На самом деле Да нет Ну что там Поймите Что любую сказку Можно тут же превратить Немедленно Ну мгновенно Вы же знаете это И зачем было так Поступать Ну деньги нужны были Вот деньги 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 Потому что ему давали Займи Он занимал А потом надо было Распланировать Ну как Достоевский Займите А потом давай рассчитывайся Он за 28 дней Когда написал Вот этот поезд Роман Игрок Это же вообще Ну за 28 дней Я могу написать роман Тут не суть Важна Сейчас просто так Не платят Вот Значит Снежную королеву Я сказал А мы теперь Остановимся на французской Сказке Красная шапочка Шарль Перро Ну помните Ну кто ж не помнит Красную шапочку Конечно Девочку берут Значит И говорят Внученька Там пойдешь К бабушке Дедушке К нашим родителям А это твоя бабушка Через лес пойдешь Одна пойдешь Да Одна пойдешь Мы тебе вот Даем Там с собой Значит им Бабушке Там вкусную пищу Идут А там волки Разбойники могут быть Это мамочка Родная Пасывает Не перебивай Ну я же Мы должны уточнить Эта мама Какая умная Как она любила Свою доченьку Что послала ее Через лес Одну Там волки И все остальное Жуть просто Я говорю Где он этих сказок Набрался Вот теперь я понял Где я сидел в таверных В этих пивных И слушал пьяный бред А потом все выкладывал И получал за это деньги Ну ладно Хорошо Не буду перебивать Давай Так вот Надевала Красную шапочку Прошу этот факт Запомнить Что она шла Там через лес Там 10 волков Могло быть Что там Может быть 10-20 Это я понимаю Самое трудное Запомнить Что красная шапочка Красная шапочка Была в красной шапочке Это самое трудное Что вам предстоит запомнить Уверяю вас Да Хорошо Все Она приходила В смысле Пришла Там Ну вы помните Да значит А волк съел Прибежали охотники Ее в общем Волка застрелили Бруха разрезали Выскочила красная шапочка Ее бабушка А теперь Что лежит За этой сказкой Откуда она Так сказать Друг так Легонько Так красиво По волшебному Все Дело в том Что он описал Исполнение обряда Которое кончилось В 17-м Или даже В 18-м Веке Это было Это было Когда родители Снаряжали Самого младшего Своего сына Или дочку Давали ей там Немножко мяса Немножко хлеба В корзиночку Одевали красную шапочку И отправляли К своим родителям То есть К бабушке И дедушке Ребенка Это был знак Что ночью Их убьют Придут Либо так сказать Родители Этой девочки Либо их братья Там и сестры Ну в общем Помогут Потому что К определенному Времени Родители становились Они сами себя Не могли обиходить Сами себя Не могли Там Это самое Так сказать Ну заработать Или где-то взять Поесть И они становились Большой обузой И должны были Умереть Вот так Вот этот знак Красной шапочки На голове Он как раз Об этом И родители То есть Ну бабушку И дедушку Оповещал Волки тут Знаете В этом смысле Ни к селу Ни к городу Ни в Красную армию В общем Тамбовский волком Был товарищ Потому что Так они поступали Нехорошо Жуть рассказываешь Что ты уже Ночь на дворе Ты пугаешь людей Такими сказками Ну ладно Все Мы заканчиваем Фактически Гамельский крысолов Он тоже известный Значит когда В городе вдруг Объявилась куча крыс Не знали Что с ними сделать Позвали Значит там какой-то Говорят Вот на дудочке играет И все такое Позвали Позвали Договорились Сколько ему заплатят Он значит Заиграл За ним вышли Крысы Он пошел В реку Зашел Крысы за ним В реку Пошли Но не вышли Ну крысы утонули А он вышел Пришел Говорят деньги Давайте Они говорят Нет Это так Ерунда Все Он говорит Хорошо Он заиграл На своей дудочке И 400 детей И вывел из города И они пропали Неизвестно где Вот сейчас В городе Хаммель Дай бог памяти Это же По-моему Земля Бавария Бавар Божий воин Это наша земля Славян Западных славян Ни в коем случае Она не земля Дойч Так вот Там значит Как раз есть Этот самый Как он у них Мэрия называется В общем Главное Это управляющее Административное здание Там на фронтоне Такая надпись Что в таком-то году Значит 1400 Значит здесь побывал Гаммельский крысолов Ну На самом деле Что скрывается За этой сказкой Как раз в это время 14 век Папа римский Когда уже он объявлял Там 4 или 3 похода На 4 объявил Никто и не собрался идти Но Кстати эти крестовые походы Это все такой фейк Это все такая придумка На бумаге все вывозано В общем Надо было деньги собрать Папа римский Хочет покушать Погулять Красиво С публичными девками Как обычно Как папа римский Так Матроны Неблагочестивого образа жизни Вино Ну и так далее Так вот Значит Он тогда объявил Детский крестовый поход А голодала Германия 200 лет Вы помните Вот сказку Когда Когда Алексей Ты сказал Что иногда Вот слушаю Как западные сказки Все страшно А помните Мальчик с пальчиком Когда его отец Вывел в лес Чтобы бросить Это жесть Это был ли он серебряным Это я тоже Само И вот люди Которые с детьми Ну голод Голод Страшный голод Как каннибализм С радостью Шли на такой торг Потому что За Талер Можно было Купить хлеба На месяц Вот и все Вот вам Весь Каменский Крысолов Весь эти дудочки Куда он увез Так сказать Этих самых 400 детей Что это за город Было 400 детей Знаете Это город 400 детей Это там Ну порядка Десяти тысяч Наверное Жителей Или пяти тысяч Жителей 400 детей Ну Как объясняют Вот собрали Они 20 тысяч Детей Четвертый Детский Крестовый Поход Дурдом Я как представлю Я не могу Говорить Меня просто Ну слишком Я стал впечатлительнее Воображение Богатое Короче Пять тысяч Детей На ту сторону Через Гелеспонд Ну или Как называть Через этот Пролив В сторону Турции На Константинополь Заня Десять тысяч Детей Умерло На ту сторону Перешли Значит Пять тысяч Детей Пять тысяч Детей Самых Взрослых Самых Более-менее Шевелящихся Были проданы Тут же В рабство В Египет Турции Тогда Пронаграждал Египет Турецкий Уже был Константинополь Арабский Точнее Мы уже Русские Русские Оттуда Уже Ушли Из Византии Они Перешли На Европу На Славян Вот Значит А пять тысяч Это самое Детей Просто Порасхватали Местные Ну Подработники Может там Торговали Органами Уже в то время Нет Органами Не торговали Но я не Откуда знаешь Откуда знаешь Если я тебе сейчас Открыто скажу Зачем надо было Мальчиков Турецких О нет Все Все Не надо Не надо Все Не надо И не будем Ну в общем На этом мы закончим Жду вопросов Отлегло Так Ну что ж Вопросы Хоть не в большом количестве Но все же есть Итак Первый вопрос Поступил в эфир От Владимира Измытищ А сказки Про насекомых Существуют Да Именно русские Народные Нет Ни русских Народных Ни славянских Народных Сказок Нет А вот есть Африканские Сказки Бушменов Этих Там очень много Кстати Удивительно Вот что Владимир Измытищ У евреев Нет сказок В смысле Нет сказок У них нет сказок У них есть Одна общая Сказка Которая сейчас По миру всему Гуляет И очень Хорошая Так что Не надо Не надо На этот народ Наговарить Сказки У них есть У американцев Нет сказок То есть У народа Которые Себя Отразделяют С проживающими В Америке Сбором Бредятины Полной Вот Значит А вот Сказки О насекомых Есть Это африканские Сказки Ну в общем Ни русских Ни славянских Сказок Про насекомых Ты не встречал Ладно Там во всякие Комар Комарович Например Это Это понятно Это все может быть Я про это Не говорю Значит Там В принципе Муха-цокотуха Это же видите Как например Не ну муха-цокотуха Это уже Я говорю Нет древних Древние Мы говорим О древних сказках Советских А вот Например Древние сказки Вот Африканских народов Да Потому что Там у них Кстати очень мощные Сказки У бушменов Я не думал Никогда Ну бушмены У них же знаете Их основная Они же пережили потоп Они вообще Я не знаю Черт знает Там сто тысяч лет назад Не больше Они появились У них Их все Отличие От основных людей Потому Потому что Они обладают Речью Они обладают Памятью Всем таким прочим Так сказать Не обладают Они одной единственной Штукой У них Машина Которая работает На размножение У мужчин Она постоянно Находится В режиме Пол шестого Или наоборот Двенадцать часов Да Поэтому они носят Специальный стручок Там Вот А это те Которые одевают И привязывают Да Это И у кого больше стручок Те гордятся больше Это вообще Интересный народ И вот у них как раз Сказки о насекомых Там Которых мы в общем И не знаем Там про жука Я сейчас вспоминаю Вот Там заяц у них Обычно Главный герой Это заяц Значит заяц Почему-то черепаха Вы представляете себе Сколько надо Сотен Тысяч лет Прожить Чтобы черепаха Была там В Африке Ну Черепаха Вот И значит Там Птица Там есть Как серия Такая Как птица Значит Собирала насекомых И говорила Вот я буду есть Тебя буду есть Там дальше Я просто вспоминать Не могу Честно говоря Это Ну я как-то Мимо пропускал Там Не было мне За что зацепиться Для моего дела Вот А заяц Я про чем говорю Потому что Начинаются Вообще Сказки Бушмена Сидит заяц И вдруг Значит перед ним Открывается Земля Дерево Возле дерева Открывается Круг Земляной Круг Такой Откидывается Пласт И один за другим Вылазят оттуда Черные люди И пошли То есть У них всегда Сказки С зайца Начинаются Да С зайца Из нижнего мира Поднимается Созданный Только что Он никогда Таких не видел А вот Людей создали Шумеры Все они говорят Сразу Людей выпускали Из нижнего мира Вот рабов Они шли Сразу на работу Ну В общем-то Недалеко от того Что там Говорится в преданиях Кроме сказок Что да В общем-то Так Похоже Похоже То что написано Ладно Ну там вот Уточнение Стручок Ну там Пенал кто-то называет По-разному Стручок там Как хотите Называйте Есть такое дело Одевается И у кого больше Этот пенал Значит Более достойный Мужчина Скажи мне пожалуйста Вот ты постоянно Сылаешься Своих Ну Сегодня Случай в эфире Уже Неоднократно ссылался На эпосы Предания Северных народов А Причем здесь Северные народы И русские славяне Ведь все-таки Как-то отличаются Они друг от друга Даже по внешнему виду Не то что там По языку Еще как-то Вот Дело в том Что никуда Не денешься Я говорил Что до потопа В прошлой передаче В Европе Жили славяне Славянский суперэпос Русский Суур Эпос Он жил На месте Нынешней Сибири Там же Естественно Что там Не только Вот жили русские Там жили Всегда же Вот там Жили вот эти То что называется Аборигены Хотя половину Из них Они были По языку Я вот У меня куча словарей Штук 30 Там То что называется Например Юкагиры Юкагир Это Попотелись О людях Скажем Олени Должны быть Одомашины Они до половины Были Одомашины То есть Генофонд Ну генотип Такой оленям Чтобы они Не убегали То есть Если его Оставить на сутки В тайге Все Он становится Его на основу Ломить И снова Привязывать Длинная история Чтобы он стал Домашним Чтобы слушался Вот Значит Почему Потому Скажем У них Такие сказки Что я Честно говоря Аж Просто Потрахиваю Особенно Вот знаете У нас как Смотришь на карту Вот все До Новосибирской области Дошло Там значит В Новосибирской области Название Поселений Все Все поменяно Ну реки оставлены А все Все остальное Поменяно Уже Не знаешь где Красноярский край Переходишь Все Там начали Реки не сменены Название не меняется И Поселки Какие деревни были Ничего не меняется И все Пошло Якутия Оттуда дальше К Хабаровску И самый Страшный Самый большой Это Сахалин И Курил Где вообще Ничего не тронет Я Господи боже мой Я как Сказки Итальмен Курильские народы Итальменов Боже мой А там сказки Там моща такая Что Библии Близко не видать Какие там Это самое Но самое главное Понимаете Все уничтожает Это Я так чувствую Что это было Все поуничтожено Я разговаривал По телефону Сколько раз Там с Иркутском Там в Иркутске Мощные ребята сидят Они вот собирают Говорят Ничего нет Но Как обычно После революции Посылали Специальные экспедиции Там примерно В 30-м году Которые должны быть Составить словари Составить Сказки Предания Какие-то Расписать Ну это была Такая Нормальная Программа Культурная Программа Все Собирались Рассказывали Рассказывали Все А потом Все куда-то делось И между прочим Словари я сравнивал Вот например Опять же Ханта и Манси Значит Вот дореволюционные Словари языка Ханта и Манси Это два разных народа Сейчас Ханта и Манси Сказать Потому что Они Не Так сказать Не увеличиваются Уменьшаются Вот А дореволюционные Словари Различаются Потому что Скажем Если до революции Как-то это было Нормальное отношение Все После революции Когда пришли Когда начали Там стрелять Бегать Туда-сюда Шаманов Списывать На вынужденный Забот То естественно Когда приходили Говорили Вот я русский Ты давай Как это у вас Называется Он врал ему Как врагу народа Сидел Какой-нибудь Тот Русский язык знает То есть Знаете Но все равно А вот сказки Я говорю И Тельменов И сказки Нивхов Ой Это Нивхи Это те кто Жили по левому берегу Амура Мангубу Ой какая Там они как раз В этих сказках Упоминается Московец Это просто Замечательно Я занимаюсь Изучением Так потихоньку Нахожу Все это Очень Очень серьезно Хочу уточнить Тебя Ханс Манты У них Разве Письменность Была До революции Насколько я помню Малые народы Большинство Получили письменность Уже При советской власти Или ты просто Говоришь Какие слова Что означали Словари Этими целями Их разговорный язык Составляли Словари А все Понятно Понятно Разговорный язык Вот у них Например Слово Как рыба Называют Они говорят Риба Просто вот Риба А риба Это Семя Бога Если переводить Так Потому что Есть у нас Понятие Рис Это самое Общее Общее название Зерна Это Рис Такое Вот Ну то Название Вот Это язык Полей Ну там Дальше Языковые Тонкости Начинаются Ханты Ман Седа Я сказал Ман Так Хорошо Ханси Это Канти Это Собственно У них Нет У них Короткая Глотка Они Не Могут Произносить Ханси Ханти Это Люди Городов А Ман Зи То есть Там Ман Зи Это Люди Льда Это Обязательно Это Сразу Говорит О том Что Ханты Ханты Жили Там Ханти Там Где Были Города Я же Говорю Что По Всей Побережью Нынешнего Северного Ледовитого Океана Он Назывался Молочный Океан То есть Там Где Все Производилось И где Богатство Было Рыба Там Стояли Огромные Города Это Вот В их Сказках Алтайские Эпосы Маадай Кара Они Описывают Что Стояли Огромные Города Как Он Мог Описать Что Там Были Стекла Окна 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 Все Это Было Специально Уничтожено Мгновенно Налетали Протонными Ударами Перед Потопом Вот Ну Ясно Давай еще Вопрос Прочитаем Елена 777 Где Можно Почитать Необрезанные Сказки Неискаженные В общем Это Надо Найти Например Где Я Брал Я могу Сказать Это Значит Во-первых Ну Скажем Ли Архив Архив Этого Самого МГУ Я не знаю Они по-моему До сих пор Не передали Я где-то Примерно В 91 Или 92 Году Там Работал Ну Почти 2 недели В МГУ Вот Они Мне Привели Там У них Огромный Такой Просто Роскошный Ну Приспособлено Было Все Рукописные Они Потом Даже Рукописные Встречались Отпечатанные Вот Там Можно Не Возьмите Возьмите Мою Книгу Про Необрезанные Сказки Где-то Штуки Три Или Четыре Все Упоминается Ну Я О них Выше Говорил А Так Вот В архивах Вот Например Нижегородский Университет Там Тоже Было Почему То Интересно Кировский Кировчане Вот Вятичи Они Посылали Экспедиции Собирать Свои Сказки И так Далее А Например В Казани Ведь Казанский Университет Был Это Просто Огромное Очень Мощное Учебное Заведение И все Но Там Как-то Это Не Практиковалось То 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 По Учебным Заведениям А Если Они Сдали Все Это В архивы Это Конечно Сейчас Я Не знаю Я Знаю Например Библиотека Новосибирск ГП МТБ Но Она Техническая Библиотека Государственная Публичная Техническая Библиотека Там Есть Архив Отдел Рукописи Древних Рукописей Книг Там Я Тоже Работал Жил Там Можно Было В любое Время Прийти Свои Отношения Там Тоже Мне Встречались Эти Сказки Которые Собирали Эпосы И легенды Все Там Огромные Майты Надо Просто Жизнь Положить Чтобы Обработать Например Сибирские Только Сибирские Это Жизнь Класть Надо А сейчас Кто за Рубль Даст Скорее Отнимут Ладно Дальше Вопрос Эфира Данила Здравия С ведущим Владимир Николаевич А может Смена Персонажей В сказке Колобок Связана С эпохой То есть Чертогом Лисы Чтобы Осветить Знающим О трудностях Данного Периода Времени Или же Все это Происки Врагов Выдать Подобное Через конспирологов Если можно То побольше Опираться На факты При ответе На вопрос Прошу прощения За витиеватость Вопроса Данила Вопрос Конечно Витиеватый Что я ему Могу Ответить Вот Сказку Прочитал Я сказал Принцип Какой был Сделан Лису Переставили Никаких Эти сказки Создавались Тогда Когда никто Не знал Еще О том Что славяно-арийские Какие-то Веды Есть Это Такая Такая Такой Фейк Что Дальше Дальше Никуда Что Там Скажем Дальше Бог Там Перун Там Кто еще Там Что-то Боги Это могли Быть Родовые Боги Хотя Я Сильно Сомневаюсь Но Ни в коем Случа Боги Суперэтносов Вот Это Самый Громобой Какой-то Лада Лада Это Спрятанный Алтарь Это Ни в коем Случа Ой Лада Гей Люли То есть Никаких В сказках В этих сказках Не надо углубляться В те глубины Которые Вам просто Не выкопать Там их нет Ну Насчет Славян-Рейских Я так не горячился Потому что Имел не так Давно Разговор С человеком Из общины Староверов Именно Староверов Которые Так вот Не светятся Нигде И у них Существует Скажем так Очень много Похожего В их Писаниях Хотя Они не Пересекались С тем Кто является Издателем Славян-Рейских Вет Так что Я бы не горячился Так серьезно А эти общины Существуют Очень давно Еще Задолго До революции Там у них По 16 поколений Присутствуют Так что Я бы так вот Однозначно Не утверждал Ничего Если бы я Не общался Со староверами Если бы я Их Значительно Не уважал Староверы Староверам Рознь Давай так У нас все-таки Большая Все-таки Территория Большая территория Поэтому Мы все-таки Не будем Лайбы Фейков Никому вешать Будем просто Говорить То что Конкретно Ты будешь Рассказать О том Что ты знаешь Давай следующий Американцы Говорят Окей Так Ладно Это По-тюркски Ладно Как раз Ладно Ладно Мне больше Нравится Слово Ладно На самом деле От себя Хочу уточнить Вот тебе Скажи Пожалуйста Ты когда Сказал Что пирамиды Являлись Неким Указателем Навигационным Для летающих Некоторых Систем Вот мне в голову Как-то трудно Представить себе Что столь Развитые Технологии Столь развитые Ну Со временем Цивилизации Превосходящие Наши Известные нам Цивилизации В разы В десятки раз По своему развитию Как-то вот Опирались На столь Примитивные Навигационные Пирамиды Которые Могли быть Скрыты Облачностью Там Пыльная Буря могла быть Или еще что-то Дождик Да мало ли что Да и в общем-то Сверху Они Если так Очень высоко Они не очень Хорошо видны Мы вот как-то Когда летают Летчики Современные На скоростных Истребителях Или там На ракетах Или еще что-то То они как-то Не ориентируются Ни на китайскую стену Ни на пирамиды Они ориентируются На некие другие Более значимые Для земли Ориентиры Магнитные поля Может быть На запущенные спутники На систему радиолокации Да ну мало ли что Все-таки Пирамиды Это несколько Примитивно На мой взгляд Для тех Кто летает На летающих тарелочках Ну я отвечу Давай У нас существует Семь видов Энергии Мы знаем Из них только три Так вот Все правильно Тучи закрыли Они работают Пирамида Даже в электрическом отношении То есть электроэнергии Она вырабатывает Там такой мощный Идет Разряд Она постоянно Вырабатывает Там Грубо говоря Столб идет в небо Это Я имею ввиду И пирамида Хеопса Там Для меня Вот эти самые Египетские пирамиды Это то Что об них кричат Кричат Чтобы отвлечь От других Понимаете Это вот кричат О ну как Нашли шапку Своровали Скажем Мешок с деньгами Нашли шапку Говорят Ой у кого шапка Вот примерно так А мешок с деньгами Так потихоньку ушел Вот эти вот Пирамиды Которые В Югославии Обнаружили Пирамиды дракона Пирамиды Которые нашли Перевернутые пирамиды Там небольшие Пограничные Так называемые Нашел этот самый Гох Нашел в Крыму Там не нашел Он давно уже Их обнаружил Пирамиды Которые стоят У нас Это самое Где Абакан Абаканские пирамиды О них никто не знает И так далее И так далее Они все Шесть Это самое У нас семь Этих самых Есть видов энергии Я говорю Мы знаем из них Только физика Ученые Знают только три Там гравитация Энергетика Вот это Электричество Еще там Еще какой-то Цветовой Ну я там Не помню А четыре Не знают А пирамиды Работали На шесть На шесть Видов Ну будем Грубо говорить На шесть На шести видов Энергии Во-первых Та же Эта самая Пирамида Хеопса Она является Хранителем Генофонда Ну я не знаю Может быть людей Может быть там Животных Там внутри Вот колодец Я сколько раз Уже говорил Ну это дорого И никто не болезет Во-первых Ну понятно Когда там Что-то хранится В Крыму Вот это Вот в Крыму Смотрите Вот-то понял Коктебель Эль Коктебель Ну Эль Потому что Артикль дракона Эль Убирает назад Всегда прячет Мариэль Республика Мариэль Почему не Эль Мари Стесняется Потому что Язычеством пахнет А в Казахстане За Алма-Атой Прямо На высшей Алма-Аты Находится Коктюбе Холм И оба этих холма Вот что В Крыму Что Это драконовое производство Они как Пирамида Не так пирамида Как Мы представляем себе Вот это Четырехугольное Да А там Она Она такого вида Как будто Перевернутая лодка Только я увижу Перевернутая лодка Сколько я видел По карте Все Это драконовое Это самое Так она тоже Хранилище Я вытащил Из Казахстана Там Там находится Только Генофон Животных Ну может быть Там эти самые Знаменитый Треугольник Так называемый Где четыре Граница Четырех государств Сходится Золотой треугольник Такой Это Памир-Атиншань Маргабский район Тадзикистана Что там еще Там Киргизия Недалеко Пакистан Индия Граница Китая Вот четыре границы Вот там Там где Нашел Этот самый Вавилов Николай Которого Кстати Евреи Списали Из-за того Что сильно умный Где он нашел Пшеницу Которая Она была создана Пшеница Сразу А ее не выводили Из чего-либо Она была создана Сразу Для людей Как Скажем Ячмень Был создан Как был создан Проса Как был создан Рис Понимаете Был создан Этот знаменитый Дракон Это же был Англии Шумерская Он же был Специалист Генноинженер Величайшего Класса Он же нас Создавал Людей Кстати После того Как Ну грубо говоря 100 тысяч лет назад Как грохнулось Когда люди Получили Ну разбежались Получили Право Им драконы Подсунул Какое-то Мы же Существуем Всего 400 тысяч лет назад Вот в этом виде В каком есть Он когда Подсунул Вещество Которое Мгновенно Дало мужикам Возможность Размножаться И понеслось И вот После этого Ну хочешь Не хочешь А это самое Пришлось Так сказать Богам Для людей Кое-что И создавать Ну это там Все такие разговоры Где-то в Дании По-моему Да Вот Недавно проскочило В Дании Нашли череп Говорят Чи-то инопланетянин А что инопланетянин Там очень большие глаза Он очень похож на этого На серых Как Кадишту Очень большие глаза Такой Но рот у него Вот молодой Видно было Лет 25 Значит У него во рту Вот сверху Эти два Таких резца Это Они говорят Ну это где-то Вот В 1300 1400 году Вот Жил тут Кого там Это же рептилоид Это ясно видно Большие глаза Это когда Во тьме ходят Вы вспомните Сразу у этого Хоббит У Толкина Когда там был Глук Или как его там Звали С большими глазами Он же все четко Описывал Он же опирался Толкина Он опирался На сказания То же самое А англичане Были не дураки Во всяком случае В этом отношении И то что они рассказывали У них там целая Энциклопедия Про темных духов Это все верно Все правильно Ну там есть Так сказать Можно выбросить Но в основном Эльфы И так далее Все это было Вот ты сказал Про курьи ноги Так сказать Да Вот про бабу-ягу Но все-таки Причем тогда Если ставили У дороги Две сосны Скрепленные Вместе Расщепленные И туда Засовывали Кого-то Каким образом Тогда это стало Куриими ногами Почему называются Курии ноги А вот Потому что Понимаешь Вот стоит Она же Когда подрубишь Подрежешь Это самое Ну Скажем Там сосну Или березы Это самое На них посадишь В домовину Корни-то вылазят Там люди ходят Вытаптывается Все это самое И корни Вот так вылазят И она Ну Не видел никогда Деревья Обрубленные У него вот так Корни Она стоит Как будто На трех На курьих ногах Ну вот Курье нога Так ты вроде Говорил Что Не на камель Ставили А брали Срубленные Рубленные Расщепляли Туда укладывали А сейчас Ты говоришь Про камель Я говорю Что из дуба Делали домовину А домовину Ставили на два Этих самых Рубили рядом Стоящие деревья Грубо говоря Метр Ну Двух метров А Теперь понятно Тогда все Понял И садили домовину Вот на это На метр От земли Срубленные И вот на это Домовине Делали Отверстия Понятно В общем как подставки Эти понида были Как подставки Да-да И получалось Что колода На двух Стоит в ногах Понятно Или я просто Невнимательно Прослушал Или как-то ты Я кстати Могу сказать Что маленький Я очень испугался Когда меня повели Там далеко За 6 километров В Шабры Шабры Это соседи Деревенька Шабры И вот не доходя Вот там какой-то Такой Был перевал Я не понял Лес Как менялся лес И вот стоят Вот Все разрушено Да Стоят И колода Вот эта Там уже никого нет Но стоит колода Половинка Нижняя половинка Колоды Они уже все прогнили Все Ну Вот так Ну она стоит До этих Вот бабушка Мне говорит Вот избушка На курих ножках Она бабушка У меня бабушка Таня Она была Ну Не ведьма Я так сказать Она была Большим специалистом Шабры Ты говоришь Да Шабры Деревня Вот нашей деревне Я родился Преображенка Деревня А Шабры Это называют Соседи Она находилась 6 километров По-белорусски Сябры 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 Соседи Сябры То же самое Да А мы ходили Просто идем за грибами И как бы бабушка Хочет увидеть там кого-то Вот идем грибы Собираем туда Меня там молоком Поят А я молоко не могу От чужой коровы Я вообще-то Я ворочусь Вот Понятно Тебе сказали Не будешь пить молоко Здесь тебе бабе Я оставил Да Ладно Дальше Пляшем Елена 777 Вопрос в эфир Что означает Выражение В тридевятом царстве В тридесятом государстве Это вообще-то означает Вот 9 уровней У немцев В немецкой В общем скандинавской Славянской Мифологии Или там сказать Космогонии Точнее сказать У них седьмое небо Было верхнее Семь небес У нас девять У русских точнее В русской Космогонии Девять И древний язык Определен Вот эти слоговые понятия Они девять уровней Описать могут Не Понятно Если было бы просто В девятом государстве В десятом А то в три Девятом В три Десятом Я понимаю Три Это Как сказать Это Понятие священное Всего-навсего Священное Девятое Священное Не три умножить на девять А там не произносится три Честно Мягко говоря Вот Как называется Гора Кайлас Если на том языке Говорить На Ну на санскрите Она называется Извините меня Сри Шумеру Поняли Третий Сумер Вот и все Потому что Не третий Сумер Точнее А священный Ну да Дальше идет Понятие Третий Сумер Но в первую очередь Священный Сумер Гора Кайлас У нас точно так же Почему-то Гора Белуха На Алтае Она называется Учсумеру Третий Сумер Гора Три это считать Счастливое число Как и семь Ну только не у нас Семь Счастливое число Вот Это какое-то Счастливое число Поэтому За три девять земель В три десятом Царстве государства Ну и понятно Что где-то там Наверху На девятом уровне Там может быть Десятое государство Надо искать Вообще планет десять Если по солнечной системе Считать То вот это планета Десять Десятая планета Которую Не беру Вот там Ну ведь они забывали Все уже Что почему как Вот считаешь Священно индийские тексты Чувствую Что они какие-то Знания выкладывают А какие Бесполезно Если Не знаешь подоплек И кстати Не читал Скажем более Там надо такой массив Перелопатить Для того чтобы понять О чем они хотят сказать Это Очень Очень страшно Я могу заявить Например Так же Что это Ну просто такая поговорка Как Я там был Пиво пил По усам текло В рот не попал Все это так Ну потому что Так оно складно А говорится Ну пусть говорится Три девять земель Три десятое царство Государ Вот и все Ну я говорю Что так вот пока Как рассчитываешь То это да Это в общем Описание Ну скажем так Солнечной системы Минимум Там есть другое Там есть другое Определение Скажем Скажем Маленькая Катаклизм Лето на затмение Ну ладно Ну ладно При встрече Расскажешь Какая вероятность Да Ну возвращается Я вот как-то Одному посоветовал Там Человек Он занимается Физикой Он писал Диссертацию Кандидатскую Я говорю Сказки Почитай Он надо мной Посмеялся Посмеялся Я ему дал Там две книжки Вот он Почитал Он говорит У него там Руководитель Это вот Ну Там садится же Научный руководитель Над дипломом Ну не над дипломом А над диссертацией Он говорит Научный руководитель Мне велел Выкинуть И все Я говорю А надо В этом случае Миновать всегда И идти к очень Большому человеку Он говорит Я пошел Он мне сказал Боже мой Где же я был раньше Конечно Все это Оставляйте Все это Да Это все Так Ну в общем Вот таким образом Здесь Не только для детей Я говорю Вот представьте себе Курочка ряба Когда вы знаете Как произошла Вселенная Вот нас 7 миллиардов человек И в каждом Вот эта вселенная Уместилась В другом месте Она уместиться Не может Мы не можем Себе представить Что где-то Мимо нас Там С нами А снаружи Какая-то Бесконечность Вы мозг Сломаете себе Это не может быть Потому что Этого не может быть Никогда Но это Есть Ну ладно Хорошо С этими Вопросами Разобрались Давай наверное Будем уже В заключении эфира Говорить что-то Доброе вещь На нашем радиослушателе Так Ну я только Единственное Могу сказать Я вот советую Посмотреть По библиотекам Это есть Библиотеках Везде есть Возьмите Вот сказки Народов Сибири И почитайте Они Не тронуты Фактически Этими Самыми Ну Ни цензорами Ни Из Священного Синода Ни редакторами И же считают Что там Народ Сибири Такой Папуасы Какие-то Вот там Когда их почитаете Вы поймете Очень много Поймете Что на самом деле Потому что Сказка всегда Отражает реальность То есть Просто прийти В библиотеку И сказать Дайте-ка мне Сказки народов Сибири Да Вот Например Сказки Это самое Реки Амур Все Там Толстенная На 500 страниц Такая Что Нивхи Там От нее Просто падаешь Ладно Хорошо Ну Не Конечно Вот я говорю Что Пусть возьмут Их 20 чем-то Полное собрание Ну Полное собрание Полное Тысяча И одна ночь Ну Половину Не читайте Там Как начнете Читать Вы поймете Что туфта Не читайте А все остальное Читайте Так вот Там есть вещи Весьма изумительные Там Что такое Джин Это Фактически Ну Как вам сказать Это Это Описание Богов Они Не могли Описать Богов Что Бог Все таки Это Потому что Врезалась Уже Ислам А до Исламская Религия Это была Языческая Религия И они Поклонялись Богу Быку Вот в эту Цивилизацию То есть Десять тысяч Вы говорили О том Что Пересекаются Сюжеты Разных Народов Которые К русским И славянам В общем-то На первый взгляд Никакого отношения Не имеют Но надо Учитывать Что Вот по моей Версии Да Вот есть Версия Дегтярева Владимира Николаевича А по моей Версии Которая Несколько Отличается Сразу скажу Вот я не считаю себя потомком Того Бога Которого Он говорит Ну У каждого Своё представление Да Кто там Делал И как Делал Чего Но дело Даже не в этом Это нам не мешает Хорошими быть друзьями Хорошие отношения Поддерживать Вот Но По моей Версии Вот то Что называется Древнейшая славяно-арийская империя Вот Арийская империя Так можно сказать Или русская империя Кому как нравится Она Достаточно Обширной была По территории Просто Таких размеров Которые сейчас Вот себе представить Что такая может быть Страна Или держава Современному человеку Практически Невозможно Многие европейцы Вообще не могут Себе такое представить Потому что у них Иногда страна Заканчивается Границей одного города Так вот Если мы представляем себе Что и на север И на юг И на запад На восток Страна Или держава Была огромнейшая И там была Одна единая Культура Которая Принято называть Ведической культурой То есть Культурой ведущих Знающих людей Ведание Это знание Да Которые не понимают Или еще одна Более древняя версия Что это мудрость Переводится Так вот Если представишь Что такие территории Занимали То тогда Станется понятным Почему так Многие Традиции Похожи Казалось бы Другие люди Другой национальности Другого даже Может быть Где-то вида С другой генетикой А традиции Пересекаются Язык другой А сказания Очень похожи Вот тут и у арабов И тут на севере Что-то похоже И западная Европа Схожая много Так вот Ищите ответ В том Что все-таки Территория Это была огромнейшая А раз огромнейшая То и земли Включались в нее Обширные А раз земли обширные То и разные племена Которые гуляли Там туда-сюда Переходили Они также могли Впитывать Мудрость Тех Кто жил На этих землях Ну что ж Благодарю Владимира Николаевича За столь Хорошее Изображение Сегодняшней темы Благодарю Всех наших Радиослушателей Кто присутствовал В чате За то Что так активно Поддерживали Общением Потому что Именно я смотрел Одним глазом чат И очень там Интересные были Высказывания Так держать Молодцы Напоминаю Что сегодня У нас по одному Современных календарей 26 июля 2016 года Вторник По одному Из старинных 25 день Месяца получения Даров Преводов 7524 лета Неделя Напоминаю Сказки Как носитель истины Такова тема Сегодняшнего эфира У нас была Главный автор Соведущий Дегтярев Владимир Николаевич Писатель И вообще Очень интересный Рассказчик Прощаемся с вами С вами была Народная славянская радио Алексей Орлов До новых встреч Услышимся Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok